Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Меня беспокоит повышенный психологический тонус, иногда тревожность. Последние 10 лет веду очень активный творческий социальный образ жизни. Много ответственности, мне нравится, но когда доходит до отдыха, не могу расслабиться, антидепрессанты помогают временно. Также после неудачного опыта с молодым человеком в далёком прошлом, мне кажется, что если я не буду контролировать ситуацию в других будущих отношениях с потенциальной мужчиной, то в любой момент может найти другую и заменить меня. Самое удивительное, что такое опасение у меня только когда отношения начинают приходить серьёзные, и партнёр как бы начинает принадлежать мне. По поводу других мужчин, которые мне просто нравятся, сомнений нет. И да, я даже слишком уверенно в себе, очень люблю себя как внешне, пока внутренне ценю себя, могу привлечь практически любого. То есть, почему-то есть боязнь и потери именно близкого человека. Помогите, пожалуйста. Ну, вообще, ваш вопрос, это, конечно, хороший запрос на психотерапию. Я, честно говоря, как бы, ну, вот, хотел бы вас спросить, да, вот, как вы видите решение вашего вопроса, вот, в таком вот формате, да, в формате, да, в формате, ну, ответа на письменный ваш текст, да, вот. Значит, смотрите, с чего мы здесь начнём. Я думаю, что в основе вашего «не могу расслабиться» и отчасти в основе контроля мужчины в отношениях лежит требование к себе быть какой-то. И страх, что если вы не будете от себя требовать быть какой-то, то всё очень быстро слоначиваясь, это первое. То есть, вот у меня есть какое-то представление о себе, да, вот. И я от него как бы не отказываю, да, ну, боюсь или не хочу от него отказаться. Это первый момент. Второй аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Речь пойдёт о том, что вы видите себя единственным действующим лицом во взаимодействии с другими людьми и миром. То есть, вы говорите о том, что если я не буду контролировать ситуацию в отношениях, то мужчина меня заменит. Ну, плохая, одновременная, хорошая новость заключается в том, что контролируй вы ситуацию или нет, мужчина, если он захочет, он так иначе вас заменит. То есть, как бы, то, что произошло в далёком прошлом, у вас, видимо, до сих пор болит. Вы не прожили эти чувства, не выразили их до конца. Они вас до сих пор отправляют с одной стороны, и с другой стороны вы почему-то взвалили на себя ответственность за то, что произошло. А люди, они расстаются, почему вы называете опыт СМЧ неудачным? Ну, люди расстаются, у них не складывается, а так бывает. Это нормально. То есть, вы здесь хотите стопроцентной гарантии. И когда человек хочет стопроцентной гарантии в отношениях, то сразу возникает вопрос. А оставляет ли он себе и другому выбор, быть или не быть в отношениях? Воспринимает ли он себя и другого как личность? Ведь вы говорите, что любите себя, вы говорите, что цените себя, возможно. Но не очень понятно, как именно вы себя любите, как цените в свете того, о чем я только что сказал. Да, вы ведете активный творческий образ жизни и активный социальный образ жизни. Это хорошо, но оставляете себе выбор чего-то делать, а чего-то нет. Либо же вы просто стремитесь к чему-то, воспринимая себя как средство для растяжения цели. И, соответственно, относясь к, например, мужчине или мужчинам точно так же. Понимаете? То есть контроль это про гарантию. Контроль это про собирание у другого человека, и в том числе у себя, выбора. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что страх потеряет именно близкого человека. Ну, видимо, любите, то вы себя любите, и цените, то вы себя цените, но, видимо, как-то все-таки наличие близкого человека для вас важнее и ценнее получается. Нежели чем вы сами. По моим ощущениям. Потому что... Вы боитесь потерять молодого человека. Силу характеристики в этом случае себя самой каким-то негативным образом. То есть, как-то вот вы себя сами в случае потери близкого человека характеризуете очень негативно. Если меня бросил близкий человек, значит со мной что-то не так. Иными словами, только я ответственен за это. Воли другого человека в этом нет. Понимаете, понимаете, да? Я за все отвечаю. Я могу на все повлиять. Это так не работает. Да, безусловно, вы можете привлечь любого. Я верю в то, что вы себя цените. Но ценить... Ценность... Слово ценность. Я вижу в этом ценность. Не значит любить. Вы говорите, что вы себя любите. Но это прямо противоречит тому, что есть потери очень близкого человека. Страх, страх быть брошенным. Если меня бросит, то что произойдет? Вот эту часть вы в себе не принимаете. И в глубине души, скорее всего, допускаете, что... Ну, у вас есть за что бросать. Что с вами что-то не так. Скорее всего. Понимаете? Поэтому с этими моментами, с этими аспектами, с этими вещами... Нужно разбираться. Вот. И в общем и целом... Смотреть. Что вас... Беспакует. Какие у вас... Конфликты внутренние. И... Собственно говоря... Это корректировать. А... Вот. Пожалуй... Я бы... Такой... вам... Дал ответ. На этом всё, я надеюсь, что это было полезно вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.